Это фактория. Если ты смотришь это видео, то наверняка уже проигрывал его. Ты же знаешь, каково это переходить от камней к ракетам, проектируя все производственные цепочки между ними. Ты устранил узкие места, увеличил объем производства и оптимизировал компоновку. Ты испытываешь удовлетворение от того, что включаешь производственную линию в первый раз и видишь сундук, полный следующий уровень владения поясом. Ты испытываешь необузданную радость от того, что теряешься в потоке, настраиваешь и настраиваешь сборку, и ужас от того, что смотришь вверх, чтобы увидеть, сколько часов прошло. В нерабочее время. Люди получают удовольствие от факториоу по разным причинам. Честно говоря, гибкость настроек запуска просто потрясающая. Если тебе действительно нравится защищаться от боевиков, ты можешь изменить все настройки. Если ты просто хочешь расслабиться и создавать что-то новое, ты тоже можешь изменить эти настройки. Если ты хочешь пользоваться поездами или строить что-то на острове, все эти вещи тебе доступны. Возможно, мы никогда не сможем воссоздать острые ощущения от запуска нашей ракеты в первый раз, хромая по финишной черте, подавая материалы вручную В в ракетной шахте. Но мы стараемся. В следующий раз у нас все получится лучше. Говорим мы себе, а затем загружаем новую игру. Может быть, мы становимся привередливыми и организованными, перемещая целые сборки по одной дурацкой куче просто для того, чтобы сделать ее симметричной. Или же мы становимся шеф-поварами-гурманами, подающими нашим будущим я порции спагетти размером с семью порциями. Может быть, мы попробуем свои силы на мегабазе, или займемся скоростным бегом, или придумаем надуманные ограничения, которые сами себе накладываем. И посмотрим, как далеко сможем продвинуться. Но в какой-то момент каждый неизбежно открывает список модов. Может быть, мы начнем с каких-нибудь модов, улучшающих качество жизни. Может быть, мы увидим мод, который добавит что-то такое, что нам действительно понравится, например, новые ассемблеры или более крупное оружие. Но в конце концов мы попробуем свои силы в одном из модов для капитального ремонта. Многие из нас начинали с бобов, а может быть, с 50-долларовых или британских дисков. А затем появились ангелы моды, Фактория Плиус, Геонодоны, Краш Стория, Освоение Космоса, Промышленная Революция. Прямо сейчас количество доступных тебе модов на капитальный ремонт просто ошеломляет. Несмотря на то, что все эти пакеты модов доставляют удовольствие, не все они работают одинаково. Некоторые из них более сложны, чем другие, некоторые обладают лучшим искусством, некоторые более утомительны, некоторые просто занимают много времени. И вы никогда не знаете с самого начала, что вы получите. Со мной случалось вот что. Я брал в руки одну из них, играл на ней некоторое время, а затем через пару часов ставил обратно, когда понимал, что это не обязательно для меня. Действительно, это заставило меня захотеть сделать что-нибудь свое собственное. Так в чем же заключается мой мод? Он отвечает на один единственный вопрос. А что если бы ассемблеры собирали только сборку? На самом деле они не умеют резать или придавать форму пластику, металлу, камню или чему-либо еще в этом роде. Вместо этого эти обязанности возлагаются на так называемые мини-симблеры или машины для сборки по отдельности, которые имеют совершенно конкретное назначение. Вещи, которые вы делаете с помощью этих мини-симблеров, являются деталями. И эти детали обладают особыми свойствами, такими как высокая прочность на растяжение или устойчивость к коррозии. Затем игрок объединяет все это в ассемблере, и на выходе получается продукт. Первое, что я сделал, это выделил различные категории материалов, с которыми я хочу работать. Металл – это самое главное, но я также хочу работать с пластиком, стеклом и камнем. И в качестве раннего ознакомления с системой я собираюсь заставить игрока работать с помощью дерева. Скорее всего, в конечном итоге я займусь изучением таких вещей, как двигатели и электроника, может быть немного химии, но это будет уже в будущем. Следующее, что мне нужно было сделать, это составить список свойств различных материалов. Не все материалы обладают одинаковыми свойствами. Было бы бессмысленно использовать такие вещи, как пластичный камень или пластик с высокой температурой плавления. Но было бы разумно использовать такие вещи, как гибкий пластик или водостойкий камень. Очень важно, чтобы игрок мог использовать часть своей интуиции, чтобы понять это. Так вот, например, вам понадобятся коррозионостойкие материалы для работы с жидкостями, например, на нефтеперерабатывающих заводах. Вам понадобятся несущие материалы для строительства более крупных конструкций или высокопрочные детали для их более совершенных аналогов. А также вам могут понадобиться такие вещи, как пластичность или электропроводность для таких вещей, как зубчатые колеса или провода. Но поскольку существует так много различных вещей, которые вы можете сделать, и добавляется так много новых промежуточных продуктов. Очень важно, чтобы рецепты для этих продуктов соответствовали темам, чтобы облегчить получение игроком большого объема информации, чтобы запомнить наизусть. Одна маленькая загвоздка заключается в том, что мне нужно, чтобы эта деталь забыла, из какого материала она сделана. Единственное, что важно, это то, какими свойствами она обладает. Таким образом, не имеет значения, был ли материал, из которого был изготовлен ваш несущий какас, стальным или титановым, важно только то, что теперь это несущий какас. Причина, по которой я делаю это таким образом, связана с ограничением в механизме факторизации, но я расскажу подробнее об этом позже. Далее мне нужно создать множество небольших специализированных машин, которые будут перерабатывать эти материалы в нужные детали. Тем не менее, акцент делается на небольших деталях. Это довольно резкий контраст с некоторыми модами, такими как Piano Dons, в которых используются гигантские машины специального назначения, занимающие много места в вашем мире и в вашей памяти. Это прекрасно подходит для их игрового процесса, но лично я нахожу это громоздким занятием. К тому же существует множество действительно крутых вариантов дизайна, которые можно найти при работе с небольшими специализированными машинами. Все это подводит меня к моему первому главному тезису – привкусу реализма, а не реальности. Чтобы понять это, я собираюсь объяснить то, что я называю точкой абстракции. В игре Vanilla Factorio для того, чтобы получить двигатель, нужно дать сборщику шестеренку, две трубы и стальную балку с проушиной. А что же происходит внутри ассемблера для того, чтобы этот движок появился на свет? Это уже абстрагировано от всего происходящего. Так что прямо сейчас точка абстракции находится внутри ассемблера. Именно здесь и происходит настоящее волшебство. Все, что я хочу сделать, это исследовать кое-что из того, что там происходит. Иными словами, что произойдет, если ассемблеры смогут только собирать вещи, как я уже упоминал ранее. Но пойми меня правильно, я всего лишь перемещаю точку абстракции, а не устраняю ее. То есть, если ты посмотришь на реальные схемы двигателя, ты обнаружишь, что существует масса деталей, которые нужно было бы изготовить, чтобы заставить эту штуку работать. Я вовсе не говорю, что мы должны изготавливать все эти детали самостоятельно. Вместо этого я работаю с различными категориями деталей, креплением, обшивкой панелями, валом, каркасом и тому подобными вещами. Концептуально то, что вы получаете в результате мини-сборщика, выглядит как одна из тех рам, в которых собраны все детали фигурок Warhammer, только без рамы. Мы не пытаемся учесть здесь каждую отдельную маленькую деталь. Скорее, мы полагаемся на идею о том, что дизайн является достаточно умен, чтобы предоставить нам все необходимые детали из той или иной категории форм, которые нам нужны. Даже несмотря на то, что я собираюсь больше заниматься разработкой проектов внутри научных лабораторий, в конечном счете то, что происходит внутри мини-ассемблеров, все равно остается абстрагированным от происходящего. Причина, по которой я излагаю это именно так, заключается в том, что я думаю, что это особенно полезно при попытке понять, как создавалась фактория, так и то, как модеры подходят к разработке своих модов. И если ты создаешь свой собственный мод, возможно, это поможет тебе прояснить, что ты пытаешься сделать. Так вот, в чем заключается общая идея. Я собираюсь начать с аспекта металлообработки мода по нескольким причинам. Это интересно, прямолинейно, важно, и при его создании я лучше пойму, каково это создавать эти моды. И получу лучшее представление о том, что от меня требуется для того, чтобы сделать и другие такие же. В частности, если все пойдет хорошо, то работа с камнем, стеклом, пластиком и некоторыми другими материалами будет добавлена либо в виде обновлений, либо в виде родственных модов. В зависимости от того, как я хочу это структурировать. В глубине души я все время думаю о том, что хочу сделать это совместимым с Кростерия-2 и исследованием космоса. Но прямо сейчас это всего лишь мое желание. Я не знаю, насколько это будет трудно, и мой инстинкт подсказывает мне, что это будет очень тяжело. Что же я сделал до сих пор? Я сделал кучу промежуточных продуктов и пару мини-сборщиков. Для начала я записал множество своих идей в Google Dax, потому что мог делать это на ходу, и после некоторых переписок и доработок перенес их в редактор графов узлов YED. YED не спонсирует это видео, они не знают о моем существовании, но мне действительно нравится это программное обеспечение. Оно бесплатное, никаких уровней, никакой рекламы, ничего подобного, и в нем есть множество функций. В любом случае, мне нравится записывать все свои идеи, даже те, которые я в конечном итоге не использую, потому что если я чего-то не делаю, я бы предпочел, чтобы это было активным, это скорее выбор, чем пассивное забвение. Но это действительно означает, что после ряда переписываний и замены программ у меня появилась одна и та же информация в нескольких местах. Так что мне действительно нужно быть осторожным при выборе версии, которую я буду использовать, по мере продвижения вперед на следующем этапе разработки. Именно в это время я понял, что могу провести различия между запасами на основе металла и обработанными деталями, основанными на собственности. Следующим шагом было определить, какие мини-сборщики мне понадобятся. Размышляя об этом привкусе реализма, я решил черпать вдохновение из того, что вы можете найти в магазине металлообрабатывающих станков. Фрезы, гибочные станки, токарные станки и все такое прочее. Так что я собрал все заготовки и обработанные детали, соединил их с соответствующими мини-сборщиками, и когда я понял, как это сделать, это было очень сложно. Поэтому я сделал упрощенную версию этого документа. Станет ли это переключателем или я действительно буду использовать только одно, а не другое, будет определено в ходе тестирования игрового процесса. Пока я составлял эти списки, я покопался в блендере, чтобы посмотреть, что мне удастся придумать. И вот здесь я собираюсь поменьше отвлекаться от хронологического изложения того, что произошло. И вместо этого перейти к чему-то более близкому к учебному пособию или, может быть, просто демонстрации. Если ты никогда раньше не пользовался блендером, то это не послужит хорошим первым ведением, а если ты раньше не программировал, то это тоже не поможет. Если людям будет интересно, я с удовольствием сделаю обучающее видео о том, как я это сделал, но сейчас я просто мне не терпится показать вам, что я сделал. Вот здесь у меня открыт файл с программой Блендер. У меня есть две категории, одна для обработанных деталей и одна для заготовок. У каждой заготовки есть своя собственная подкатегория, а освещение для каждой заготовки – своя собственная подкатегория. Геометрия находится вот здесь снаружи, и у меня там есть отдельные светильники. Я настроил их таким образом, чтобы освещение было только не прямое. Если ты хочешь увидеть это своими глазами, нажмите на этот фрагмент и убедитесь, что он отмечен галочкой. Если у меня его нет, то ты можешь видеть огни, и это выглядит ужасно. Я смоделировал каждый из них независимо друг от друга. И как только все было смоделировано, я перешел к текстурированию. Все это выглядит довольно сложно. Вот что это такое график шейдерных узлов, который позволит мне настроить некоторые из этих регуляторов таким образом, чтобы изменить их характеристики. Например, изменив это, я могу изменить размер моего шума вот здесь. Я могу изменить цвет, войдя сюда. Если ты хочешь узнать больше о том, как я это настраиваю, я оставлю ссылку в описании рисунка Райана Кинга. Я действительно нахожу его очень познавательным, и это помогло мне сделать вот это. Так что давай немного поговорим об этой схеме окисления. Это кобальт, и его схема окисления окрашена в синий цвет. За очевидными исключениями, такими как золото и медь, большинство металлов имеют некоторый оттенок серебра или серого и недостаточно контрастируют друг с другом, чтобы их можно было различить на ремнях. Но при окислении они часто приобретают яркие цвета, что решает сразу множество проблем. Это придает мне немного того восхитительного привкуса реализма, который присущ мне. Это дает мне еще один набор цветов, с которыми я могу работать, когда пытаюсь сделать металлы на ремнях различимыми. Это дает мне несколько контрастных маркеров, которые помогут людям с дальтонизмом. Это придает мне своего рода шероховатую эстетику, которая соответствует стандартному ванильному факториалу. Из-за этого деталь выглядит незаконченной, требуя большей доработки до того, как она действительно будет использована в качестве обработанной детали в ассемблере. Концептуальное упрощение, которое имеет решающее значение для опыта игрока в первый раз. А еще одна из кнопок в шейдере позволяет мне сделать это уникальным для каждой отдельной металлической детали всего мода. И самое главное, этот процесс автоматизирован. Я добился этой автоматизации с помощью временной шкалы. Я собираюсь сделать по четыре варианта каждого кадра, а всего у меня 10 кадров. А это значит, что мне нужно сделать здесь 40 кадров. Вот здесь на протяжении четырех интервалов кадра у меня установлен каждый запас для рендеринга, и когда он проходит, запас выключается. Поскольку я делал это для каждого отдельного запаса, вы не можете видеть ключевые кадры здесь, потому что в блендере все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку рендеринг анимации. И это даст мне возможность получить все необходимые кадры. А теперь я хочу, чтобы на каждом отдельном кадре была нанесена уникальная пати на такого окисления. Как ты видишь, если я протру ее до конца, то каждый кадр будет выглядеть по-разному. Та часть, которая управляет этим процессом, находится вот здесь. Каждая из этих шумовых текстур имеет значение W, которое по сути и является моим начальным значением. Если я изменю это число, изменится весь паттерн в целом. Тогда все, что мне нужно сделать, это ввести в него несколько чисел, но я что-то делаю с этими числами, как вы можете видеть здесь внизу. Вот эта цифра кобальтовая. Общая идея заключается в том, что я хочу присвоить этой штуке уникальный номер и изменить его для каждого металла и для каждого кадра. Итак, первое число здесь умножено на 44 раза, то есть на 160. Я прибавляю к этому нулю, а затем померяю того, как я просматриваю текст, сумма, которую я добавляю к нему, увеличивается на единицу за кадр. К тому времени, как я дойду до конца, будет уже 40. И последнее значение таким образом будет 204 умноженных на 40, что равно 160. Плюс 40, что равно 200. Если я присвою каждому металлу новое число, то получу 40 разных кадров для каждого отдельного кадра. Так вот, если бы мое первоначальное число было 5, то мое начальное значение возросло бы с 200 до 240, а если бы оно было 6, то возросло бы с 240 до 280 и так далее и тому подобное. А вот тут-то и пригодится одна умная штучка. Этот предмет изготовлен из материала, который называется окисленным родовым веществом. Это всего лишь одна из таких групп. Если присмотреться, то все эти узлы представляли собой вот эту маленькую группу. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что я могу предоставить этот материал для каждой из этих акций, скажем, для этой акции. Я могу выбрать вот эту, и ты увидишь, что в ней также есть окисленный дженерик. Все они до единого похожи друг на друга. Тогда, если я захочу изготовить еще один набор заготовок, в которых используется новый металл, мне просто нужно будет один раз заменить эту заготовку на одну из разных заготовок. Там есть золото, железо, свинец, хром, латунь, алюминий и все виды других материалов, которые уже есть здесь. Тогда все, что мне нужно сделать, это подойти сюда к настройкам вывода и изменить имя файла, и тогда он выведет 40 кадров для другого набора акций. В этом случае я наберу кобальт с небольшим дефисом, и когда он сделает каждый отдельный кадр, он будет начиная с 0.000001, 0.002 и так далее и тому подобное. Так что давай сделаем это очень быстро. И вот к чему мы пришли в итоге. Я пошел дальше и поместил это в каталог под названием Кобальт. У нас здесь действительно есть дополнительная рамка. Упс, мы можем просто удалить ее. И как ты можешь видеть, у нас есть разная патина для каждого из этих предметов. А теперь я воспользуюсь программой расширенного переименования, и вот что я сделаю. Открою эти файлы, и вот они передо мной. И как ты можешь видеть, это 1, 2, 3, 4 и так далее. Затем я использую некоторые правила для изменения имен файлов. Первая четверка из этих файлов имеет квадратную форму. Так что первая четверка здесь заменена на квадратную форму. Ты также заметишь, что у них есть эти чернила под номером 1, не волнуйся по этому поводу. Я объясню это через 2 минуты. А еще у меня есть запас проволоки, который является вторым запасом, а затем запас зубчатой передачи, балочный запас и все такое прочее. Так что я установил эти правила с 1 по 10 число. И последнее, что я написал, это фрагмент кода JavaScript, в котором в конце указывается число. Вот эта маленькая чернильная цифра nr, которая расшифровывается как число приращения, и по сути делает его от 1 до 4. Теперь эти имена файлов важны, потому что я собираюсь ссылаться на них в коде, который я напишу позже, но сейчас все, что мне нужно сделать, это запустить это. И при этом изменяются все имена файлов. А теперь, если я вернусь назад, ты увидишь, что имена файлов были обновлены. Эта программа называется Advanced Rename, и она снова бесплатна, но я оставлю ссылку в описании. Но конечный результат в игре выглядит действительно хорошо. Если ты посмотришь на каждую колонку табличек, то заметишь, что нет двух абсолютно одинаковых. Лучше всего это видно на медных пластинах. Еще одна причина, по которой мне это нравится, заключается в том, что это очень похоже на то, как это работает на ремнях, или имеет много разных значков. И поэтому все это выглядит очень органично. Я хочу, чтобы такая же органичность проявилась и в самих акциях. И когда ты ставишь все акции вот так рядом друг с другом, я думаю, что это тоже выглядит довольно круто. Если ты внимательный зритель, то заметишь, что на этих значках изображена перспектива, но я подробнее расскажу об этом в более позднем обновлении. На данный момент просто пойми, что я перешел на ортогональную перспективу, я просто не просмотрел и не обновил все икон еще нет. Я все еще думаю, что это выглядит круто. Обработанные промежуточные элементы аналогичны. Как и акции, я смоделировал это на потоке. И, честно говоря, сказать по этому поводу особо нечего, за исключением пары интересных деталей. Во-первых, то, как я получил эту маленькую линию световых эффектов, проходящую поперек всего этого, означало, что я схитрил. Я взял световую плоскость и разрезал ею объект. А затем я просто настроил ее только на непрямое изображение, и вы получите вот такой классный эффект. Я использую ее в нескольких местах, где мне нужно создать впечатление блеска. Во-вторых, в некоторых местах я использую акцентный цвет. Он всегда бывает золотистого цвета, но они действительно создали одну проблему. Видите ли, мне нужно подкрасить эти разные цвета в зависимости от того, какими свойствами они обладают. Из-за того, что у меня есть этот акцент, я не могу просто использовать систему тонировки Факторио. Вместо этого мне приходится подкрашивать их внутри блендера. Так вот, я придумал 16-ричное значение для каждого отдельного цвета, который я хотел использовать, и сделал нечто подобное для акции. В этом материале есть шейдер, и прямо здесь у меня есть небольшая группа, но внутри этой группы у меня есть только одна вещь – рак пузел. А вот этот цвет прямо здесь совпадает с одним из этих цветов. Если я изменю цвет вот здесь, он будет обновляться в режиме реального времени. Все остальное в основном остается тем же самым. Никаких отклонений нет, но я все равно просто меняю имя файла здесь и использую другой пресет, который я создал с помощью расширенного средства переименования. Это почти точно то же самое, просто требуется один суффикс и заменяется им на имя, каким бы оно ни было. В игре акции выглядит великолепно. Опять же, значки были сделаны с учетом перспективы, и в следующий раз я обновлю их до орфографического, но все они выглядят достаточно отчетливо, чтобы их можно было различить на расстоянии. Мне также нравится, как выглядят цвета. Выбор цветов, которые я использовал, был немного произвольным, но я стараюсь придерживаться нескольких условностей. Более темный цвет означает более высокий уровень чего-то, например, серый обладает высокой прочностью на растяжение, а темно-серый – очень высокой прочностью на растяжение. Я сделан из электропроводящего оранжевого цвета, похожего на медь. Коррозионно-стойкий цвет, блекло-зеленый, а радиационно-стойкий – ярко-зеленый. Но некоторым из них нравятся розовые и желтые цвета, розовый – пластичный, а желтый – термостойкий. Они такие, какие они есть на самом деле. Кроме того, я также сделал маленькие значки для этих значков. Это делается для того, чтобы помочь людям, страдающим дельтанизмом. В конечном счете, я буду реализовывать это как настройку, которую вы можете изменить, но на данный момент она жестко запрограммирована. И действительно, это подводит меня к моей следующей теме – коду. Я немного расскажу о коде, но так же, как и о содержимом Блендера, я не хочу слишком углубляться в эту тему. Но я хочу выразить огромную благодарность коду Брину, который внес свой вклад в разработку кода, и всем остальным, кто помог ответить на некоторые из моих действительно основных вопросов. Именно такие люди, как ты, делают сообщество Factorio потрясающим. Factorio написано на языке C++, но мода и большая часть контента, с которым они работают, написаны на языке Lua. Первое, что я тогда сделал – это посмотрел, как они закодировали свой Lua, потому что именно к нему у нас есть доступ. Я закодировал все это с помощью вот таких таблиц. Слова в этих таблицах совпадают с именами файлов и названиями каталогов, так что итерация по этим таблицам позволит мне просмотреть эти файлы. Одним из недостатков является то, что эти таблицы должны согласовываться друг с другом. А это означает, что если у меня есть список металлов в качестве ключей для одной таблицы, то если у вас есть список металлов в другой таблице, этот набор ключей должен совпадать с первым набором ключей. Тем не менее, все данные содержатся в одной этой части файла, так что исправление любого из подобных ошибок должно быть быстрым. И Факторио действительно очень хорошо информирует вас о том, что не так с его сообщениями об ошибках. На самом деле, когда я запускаю Факторио и не получаю сообщения об ошибке, я чувствую себя немного странно, как будто что-то не так. И я просто не знаю, в чем дело. И это ни о чем мне не говорит. Тишина здесь такая громкая, что кажется очень громкой. Идея в том, что я собираюсь использовать эти таблицы для автоматического заполнения различных нужных мне вещей, таких как предметы и сущности, рецепты, технологии и тому подобное. И если я захочу создать новый элемент, я просто добавлю еще один элемент в эту таблицу. Так вот этот код фактически берет приведенные выше таблицы и процедурно генерирует прототипы, которые представляют собой сценарии, используемые для создания реальных элементов и сущностей и так далее. Если я буду очень внимательно относиться к именам файлов и их структурам, то есть к тому, чтобы они совпадали с записями в приведенных выше таблицах, то в результате будет создан весь необходимый код для работы в Factorio. Вот здесь сбоку у меня есть локализация для английского языка. Я также настроил это так, чтобы это также автоматически создавало материал, и если кто-то захочет помочь перевести это на другой язык, все, что ему нужно сделать, это зайти и перевести некоторые из этих слов здесь, вместо этого от необходимости переводить потенциально тысячи всплывающих подсказок вручную, и все будет готово. В блендере мини-симблеры выглядят действительно круто. Многие детали теряются, когда ты видишь их в игре, но делать это действительно весело. Я думаю, что здесь действительно есть что сказать о скрытом слое деталей. Как бы то ни было, мне потребовалось около четырех часов, чтобы смоделировать все это с нуля, включая текстурирование. Это не обязательно включает анимацию, но обычно это не так уж плохо. Самая большая проблема, с которой я столкнулся, это выяснить, как расположить все различные части так, чтобы это действительно соответствовало миру Factorio. Как с визуальной точки зрения, так и с технической. Так что и на эту пилу, и на ленточную пилу, которую я сделал, ушло в общей сложности около десяти часов. Так что я разбил все это на пару разных частей. А вот и сам токарный станок. Как ты можешь видеть, у меня здесь есть заготовка. Если я пролистаю вперед временную шкалу, ты увидишь, что у меня здесь тоже есть готовая заготовка. Ты также можешь увидеть на ней отблески искр. Если я включу их, то это будет выглядеть вот так. Так вот, здесь происходит очень много разных деталей. Я использовал излучатель частиц, чтобы вызвать эти искры. Я привязал расположение этого излучателя частиц вот к этой штуке, к этой режущей головке или как там она называется. Когда я приступаю к рендерингу всего этого, все эти различные слои, на которые я только что нажал, я могу рендерить независимо друг от друга. Я включаю размытие в движении, чтобы искры оставляли приятные следы, а также добавляю немного постобработки, чтобы это казалось немного веселее. Что действительно интересно, так это то, что я могу проделать вот этот маленький трюк, в котором я выделяю только сам материал. Это позволяет мне делать что-то действительно крутое, и потенциально это одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь. Позволь мне показать тебе это. В игре ты действительно можешь увидеть различные типы металла на мини-ассемблере, как с реальными цвет металла и характер его окисления. Зацени-ка на это. Это подойдет для каждого отдельного мини-ассемблера, который я делаю, и именно так я поступил со слоями в блендере, которые показывал тебе ранее. Так что у меня есть один слой для тени, один слой для токарного станка, один слой для металла, один слой для его окисления, а также пятый слой для искр. Это какой-то восхитительный привкус реализма. Поскольку это не учебное пособие как таковое, я не хочу слишком глубоко вдаваться в подробности того, как я все это устроил. Что я могу сказать, так это то, что у меня есть две камеры для каждого направления, одна для самого устройства и одна специализированная для тени. У меня здесь есть настройки, которые мне нужны для того, чтобы переключаться между этими двумя камерами. Эти настройки мне нужно вести вручную в настройках вывода, потому что они не управляются самой камерой. У меня есть два разных направления движения. Здесь у меня есть западное направление, а здесь северное, и я просто активирую нужное мне направление, когда оно мне нужно. Затем я просто слежу за тем, чтобы были включены нужные слои для того, что я пытаюсь отрисовать. Это может включать в себя и систему ловец теней. Так вот, чтобы показать это, если я зайду сюда и выключу все остальное, вот так, вы можете увидеть, что у меня есть плоскость для ловли теней, вот. Вы также можете видеть, что у меня все еще есть немного света на нем. Это потому, что мне все еще нужно изменить некоторые настройки, но когда это будет сделано, вы сможете просто увидеть эту тень. Затем я отрисоваю эти кадры, а затем подойду сюда, где и создам эти кадры. В этом приложении используется платное дополнение к блендеру под названием «Обработчик спрайтов». Оно стоит 10 баксов, и я оставлю ссылку в описании. Чтобы показать тебе это в действии, позволь мне начать новую игру. Так что на этом я заканчиваю. Вот это и есть редактор изображений в программе Blender. Я воспользуюсь вот этим. Я выберу лист спрайтов из списка файлов, затем выберу файлы, с которыми мне нужно работать, и перейду к выводу. Я установлю значение «Отлично равным 5», чтобы оно составляло 5 кадров в поперечнике. Я выберу все эти кадры. И как ты можешь видеть, из этого получится лист со спрайтами. А затем я просто подхожу сюда и сохраняю его в виде изображения, и на этом все заканчивается. Мне часто приходится заниматься такого рода скучной работой, потому что у меня не только два разных направления, как север, который также является югом, и восток, который является также и на западе. Но я также должен делать это как в отделе кадров, так и в обычном режиме. И как я уже говорил ранее, у меня есть 5 слоев, с которыми я работаю. Так что это довольно громоздко, и я еще не автоматизировал это должным образом. Тем не менее, я работаю над этим, и мы сообщим тебе, к чему я пришел. Факторио – это жестоко оптимизированный движок, а это означает, что некоторые амбиции в отношении модов либо непрактичны, либо совершенно невозможны. Но те из них, которые действительно подходят, будут работать очень хорошо. А поскольку Факторио создается с нуля для модификации, многие идеи хорошо вписываются друг в друга. Я не могу передать тебе, насколько это было гениально. Да, Факторио – это забавная игра сама по себе, но каждый аспект игры был разработан таким образом, чтобы привлечь внимание разработчиков и создателей. Оточить их навыки проектирования и оптимизации, а затем предоставить им массу инструментов для модификации самой игры. Они, по сути, привлекли, обучили и вдохновили целую команду людей на создание дополнительного контента, и часто эти моды получаются потрясающими. Недостатком этого является то, что если ваша идея не подходит, значит у вас возникли проблемы. Я полагаю, что вы могли бы просто не делать этого, но мы хотим найти пути решения проблемы. Ты можешь найти обходной путь, ты можешь попросить разработчиков что-то изменить, а можешь поступить так же, как я, и сделать и то, и другое. Вот в чем проблема. Прямо сейчас у нас есть медная проволока. Допустим, я хотел бы добавить в нее алюминий. Это означает, что я мог бы добавить алюминиевую проволоку. На данный момент в этом есть смысл. Вопрос в том, что происходит с рецептами приготовления пищи. Давай просто выберем деревянный столб электропередачи, потому что это очень просто. Как медный, так и алюминиевый провод будут проводить электричество. Значит ли это, что мне нужно два рецепта изготовления столба электропередачи? Нет, 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 нет. О боже, нет. Это вообще не имеет никакого значения. Для каждого рецепта потребуется несколько вариантов, и это число будет расти в геометрической прогрессии. А есть ли два варианта использования медной проволоки? Отлично. Может быть, у нас есть три варианта каркаса и четыре варианта фундамента. Теперь количество вариантов рецепта, которое тебе нужно, будет умножено на два, умноженное на три, умноженное на четыре. Очевидно, что это очень громоздко, и именно с этой проблемой я столкнулся, именно поэтому мне пришла в голову идея использовать обработанные детали в первую очередь. Каждый металл должен обладать определенными свойствами, по крайней мере в своем метаконтексте, и основываясь на этих свойствах. Вы можете сделать определенные выводы обработанные детали. Это, по сути, приводит к снижению производительности. Итак, вы берете заготовку из медной проволоки и алюминиевой проволоки, и можете превратить их в электропроводящую проводку. Теперь вам нужен только один рецепт изготовления вашего силового болта. Недостатком, конечно же, является то, что теперь у меня есть целый набор промежуточных звеньев, которые мне не нужны в игре. Вот если бы только существовал способ заставить реальные запасы металла выполнять те функции, которые в настоящее время выполняют детали машин. Сделать это можно было бы с помощью взаимозаменяемых ингредиентов. Если говорить простым английским языком, то идея довольно проста. Когда я возьму ассемблер и настрою его на создание этого рецепта столба питания, я хотел бы иметь возможность вставить либо медный провод, либо алюминиевый кабель. Это откроет перед модерами большие возможности для гибкости. Например, в модах Боба металлы, необходимые для машин более высокого уровня, также могут удовлетворить потребности машин более низкого уровня. В игре Ангелы это может означать, что кирпичи более высокого уровня также могут удовлетворить потребности кирпичей более низкого уровня. При освоении космоса можно было бы создать несколько интересных взаимосвязей между металлами, которые вы найдете на разных планетах. Черт возьми, ты мог бы сделать так, чтобы в ванилы факторио стальные пластины могли удовлетворить потребности любых железных пластин в рецептах, и тогда у игроков был бы интересный выбор. Должен ли я пойти на концептуальную простоту и превратить все свое производство железа в производство стали и просто снизить затраты на эффективность? Или же на этой планете очень мало ресурсов, а значит эффективность важнее всего? Короче говоря, это дало бы модерам гораздо больше гибкости в том, чтобы задавать игроку интересные вопросы и делать так, чтобы ответы на эти вопросы оказывали гораздо большее влияние на игровой процесс. Без доступа к Сиплайс Плайс я понятия не имею, насколько сложно это было бы реализовать на самом деле, но вот что это может выглядеть так же, как со стороны Льюисайда. Вот здесь у меня есть три примера, один предмет и два рецепта. Для этого предмета я просто добавил свойства тегс, и это выглядит как список строк, где каждая строка по сути является тегом. И эти теги проверяются либо на соответствие ингредиентам, либо на свойства помеченных ингредиентов внутри рецепты блюд. Мое предложение обратно совместимо со всем, так что в настоящее время никому не нужно будет ничего менять в своих модах. А теперь давайте рассмотрим один рецепт. Обычно для рецепта это работает следующим образом. У вас есть свойства ингредиентов, и вы передаете его в виде таблицы. Каждый элемент в этой таблице представляет собой таблицу из двух элементов. В ней есть название элемента и количество элементов, которые вам понадобятся для этого рецепта. Я предлагаю, чтобы этот первый элемент, который является названием элемента, можно было заменить таблицей названий элементов. И любой элемент в этом списке мог бы подойти для рецепта. Это, пожалуй, самый простой способ реализовать взаимозаменяемость в игре и, вероятно, самый полезный для большинства людей. Это, конечно же, будет иметь последствия для логики вставки, и это будет определять, какие предметы он может забрать с ремней, чтобы поместить в ассемблеры. А графический интерфейс ассемблера будет это тоже нужно изменить. Но я думаю, что все это возможно. Второй вид взаимозаменяемости предполагает использование тегов, и чтобы это сработало, я бы ввел новое свойство, называемое помеченными ингредиентами. Единственная разница между ним и свойством ингредиентов заключается в том, что вместо передачи одного имени элемента или списка названий элементов вместо него вы отправляете набор меток установлен. Если этот набор тегов представляет собой всего лишь набор строк, то подойдет любой элемент, содержащий любую из этих строк. Если вы отправите ему несколько списков строк, то для того, чтобы элемент работал, ему нужно будет иметь по одному тегу из каждого списка. На экране я привел пример. Для того, чтобы изделие соответствовало первому критерию, на нем должна быть как маркировка обшивки, так и бирка с надписью «высокая прочность на растяжение» или «очень высокая прочность на растяжение». Что касается второго ингредиента, то он должен обладать либо высокой, либо очень высокой прочностью на растяжение, но при этом должен быть устойчив к зацеплению и коррозии. А третий ингредиент – это просто плоский список тегов. Подойдет все, что относится либо к моторной смазке, либо к машинной смазке. Этот вариант, очевидно, немного сложнее, но в то же время он немного более надежен. Графический интерфейс ассемблера не нуждается в слишком больших изменениях. Если в ассемблере в любой момент времени находится более одного типа элементов, удовлетворяющих требованиям, например, один медный провод и один алюминиевый провод, тогда вы можете просто сложить значки вот так. Здесь могут произойти некоторые дополнительные события, которые могут произойти в будущем. Например, ты мог бы попытаться внедрить какой-то список приоритетов, в котором предпочтение будет отдаваться использованию одного элемента перед использованием другого. Или сделать так, чтобы некоторые регионы были более эффективными, чем другие, например, сказать, что вам нужно в два раза больше медной проволоки. Чем вы хотели бы алюминиевая проволока? Но я подумаю над тем, чтобы сформулировать эти цели в соответствии с этой просьбой. Так что если говорить по-настоящему, то я не совсем уверен в том, что нас ждет в будущем. Проблема в том, что для создания этого материала требуется очень много работы. По моим подсчетам, на изготовление каждого мини-ссемблера от начала до конца уходит около 10 часов. И мне все еще нужно сделать рисунок для руды, мне нужно переделать все рецепты ванили, но также сделать это таким образом, чтобы я мог расширить его еще больше с помощью других промежуточных продуктов, такие как камень и дерево. Так что нам еще очень многое предстоит сделать. И хотя то, что у меня получилось действительно захватывающее, мы еще далеко не закончили. Другая проблема заключается в том, что я занимаюсь этим в свободное от хобби время по ночам, после того, как мои дети ложатся спать. Кстати, если ты захочешь присоединиться ко мне, я веду стрим на Twitch и оставлю ссылку в описании, чтобы ты мог присоединиться. В любом случае, это означает, что у меня есть всего час или два, и обычно это сонный час или два, как я уже собираюсь ложиться спать. А это значит, что я работаю не с максимальной эффективностью. И честно говоря, там есть очень много игр и других вещей, которые я хотел бы воплотить в жизнь. Но что самое тревожное, я не знаю, доставляет ли это удовольствие. Да, я уверен, что если я сделаю это, то найдется аудитория, которая сочтет это очень приятным занятием. Я просто боюсь, что это очень узкий сегмент игроков. Я не знаю, сколько людей смотрели на косту и исследования космоса вместо себя. Ты знаешь, что могло бы сделать это еще лучше. У нас есть еще несколько сотен промежуточных звеньев. Это вовсе не значит, что это не достоин того, чтобы этим заниматься. Безусловно, большая часть контента имеет очень узкую направленность, и для людей, работающих в этой нише, это потрясающе. Я просто не хочу заходить в такую нишу, чтобы лишь горстка людей находила это приятным. Я думаю, что здесь есть какой-то баланс. В таком случае все, что мне нужно, это игровое тестирование. Так что в какой-то момент я попытаюсь сделать облегченную версию этой игры, в которую люди смогут играть, хотя я и с этим еще не совсем закончил. Если ты хочешь посмотреть ее первым, у меня действительно есть дискорд. И как я уже много раз говорил на протяжении этого видео, у меня действительно есть дискорд. В описании есть соответствующая ссылка. Оказывается, я на самом деле занимаюсь математикой в Ютубе, и это своего рода основной уклон сервера. Но есть и другие вещи, которыми я там занимаюсь. Так что не стесняйтесь присоединиться к нам, если хотите. В любом случае, на этом мы закончим работу над этим девлогом. Спасибо, что смотрите. Будьте добры.